Еще один важный момент, который я хочу особо подчеркнуть, он касается нынешних пенсионеров. Во-первых, в отношении них никакие правила, естественно, не меняются. Во-вторых, благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на тысячу рублей в год. Слово «тысяча» услышали, а вот то, что это ориентировочно – нет. По крайней мере, так объясняют теперь пенсионерам, почему добавка к пенсии не соответствует заявленной сумме. И в пенсионный фонд, и в нашу редакцию поступают звонки от возмущенных граждан. Вопрос один. Реформу провели. Где наша «тысяча»? Дело в том, что страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на определенный индекс – на 7,05%. Оттого и сумма прибавки у всех разная. В среднем размер увеличения по области составил 960 рублей. Средний размер страховой пенсии по области составил 14700 рублей. Это то, что касается Ивановской области. То, что говорилось, тысяча рублей, как многие считали, что именно на тысячу рублей, почему-то, еще раз говорю, индексация осуществлялась на определенный индекс. Те, у кого пенсии совсем маленькие, тысячу тоже не получат. Им положена так называемая федеральная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера. В наступившем году сумма этого минимума составит 8576 рублей. Поскольку с 1 января проводилась индексация именно пенсии и пенсии страховой, то в этом случае сначала производился перерасчет пенсии с учетом индексации, то есть увеличение на 7,05%. И только после этого производилась или вновь устанавливалась, или продолжалась выплата федеральной социальной доплаты до нового прожиточного минимума. Также имеются вопросы у граждан, которые работали в прошлом году и уволились. Индексацию видели не все. Это зависит от того, когда работодатель предоставил сведения в фонд. Если гражданин уволился в ноябре месяце, допустим, то в этом случае индексация ему будет осуществлена уже в январе месяце с 1 февраля с доплатой за январь. Если он уволится в декабре месяце, соответственно, будет произведена индексация уже в марте месяце, но с доплатой за январь и февраль месяц. Поэтому вот такие вопросы иногда возникают. Вроде бы я уволился в конце года, но индексацию с 1 января не получил. С 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг. А с 1 апреля проиндексируют пенсии по гособеспечению. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.